Настоящему индейцу надо только одного, да и этого немного, да почти что ничего. Всем привет, это слайм Серебряная Пуля, Пол Экстрим, это Люба Сова, мы в Питере, мы на площадке, и сегодня мы попробуем показать вам, как прокачаться для X-флажка. Ниже, ниже. Да, это флажок твистер-хватом. Оттуда все уже можно спрыгивать. Молодец! Я переворачивалась и смотря наверх, раскрывала ноги и пыталась спуститься как можно ниже. Еще пробовала также их раскрывать и опускаться боком, как можно ниже. При этом нужно выводить нижнее плечо, когда опускаешься чуть-чуть вперед. И держать своей рукой, прямо отталкиваться спиной. В этот момент у нас будет... Вы должны почувствовать, как на спине у вас напрягаются мышцы. Запрыгиваете, раскрываете ножки, чуть-чуть подгибаете руку, плечо выводите вперед, опускаете. Чем медленнее вы это делаете, тем лучше. И как бы постоянно так долбить сверху вниз, сверху вниз. Также можно пробовать тренировать флаг на брусьях, чтобы ваша верхняя рука не выворачивалась в твистер, а была прямым хватом. Единственное еще, если вы делаете это на брусьях, вам нужно максимально друг напротив друга поставить руки. Немножко будет неудобно. Да, и еще пробуйте опускаться, подгибать нижнюю ногу, подниматься обратно. Это тоже очень хорошая подкачка. Только что Люба показала, как делать подкачку к X-флагу, держа руку другим хватом. Я вообще не использовал твистер, я использую два других хвата. Это ладонью к себе и ладонью от себя. Сейчас я покажу, к чему это все может привести и как это я тренировал. То есть, во-первых, есть такая вещь, я не знаю, как это правильно называется, это когда напряжение одних мышц связано с напряжениями других мышц. То есть смотрите, в твистере мы по большому счету не всегда можно понять, какие мышцы напрягать. Если мы возьмем вот таким вот хватом, я делал как? Напрягаете пальцы очень сильно, подсгибаете руку, то есть напряжение пошло по руке, плечо уходит вперед и начинает напрягаться широчайшая мышца, именно та, которая держит наше тело. Получается вот такая штука. Дадим немножко назад. Напрягаю, подсгибаю. То есть получается, что у меня вот эта часть полностью напряжена, причем напрягаю ее последовательно и делаю все медленно. Не вот так. Такие попытки по большому счету ничего не дадут и вы не сможете прочувствовать свои мышцы. Делайте все плавненько. Так, еще раз подождите. Ну, не получилось все медленно. Ну, нормальная попытка. Есть интересные нюансы, которые многие упускают. Это то, что во флажке очень хорошо участвуют именно плечи. То есть смотрите, у нас, когда человек стоит во флаге, какие у нас точки? Это запястье, то есть чем мы цепляемся. Дальше идут трицепсы, плечи, которые формируют основу. А наше тело на самом деле лежит на широчайших, которые расположены здесь. И здесь. То есть получается такой мостик, на котором мы, да, держим свое тело. Отлично. Ну и, собственно, поясница держит ноги. Вот. А вся основная нагрузка идет на плечи и широчайшую. Многие об этом не знают и не знают, как это прокачивать. На самом деле есть упражнения, которые могут позволить прокачать это все в кратчайшие сроки, чтобы вы делали флажки ноги вместе и все было круто. Одним из очень классных способов прокачки является подводящая, как мы взяли на кухне, или это ее. Сейчас кто-то покажет. Это просто провис, как можно ниже, и через, да, через ногу, за счет силы плеч втягивать тело и ноги обратно. Да, и вот так вот делаем много-много раз. Отлично. Все, спрыгивай, спрыгай. Нет. Ладец. Если вам очень легко, вы можете вторую руку, вот у вас здесь руки были сейчас на одном уровне, попробуйте одну руку поставить ниже, чем вторую. Тогда будет еще сложнее. А вон здесь разные уровни. Да. А давай попробуй. Здесь нагрузка начинает идти на руку, которая стоит выше. И уже ощутимо сложнее. Да. То есть апогеем всей этой подкачки будет на самом деле опускание и поднимание в кобру на одной руке. Будет выглядеть вот так. То есть вот это, в принципе, то, к чему стоит стремиться. Если вы будете делать это с легкостью, у вас будут хорошо развиты плечи, дельты широчайшие, которые будут держать ваше тело. Когда вы все это здорово натренируете, вы сможете сделать отрицательные флажки и скайлайн. Отрицательный флажок, это когда голова уходит вот сюда. То есть нижняя и верхняя рука согнуты. Ну и скайлайн, собственно, это когда мы висим вот так. Сейчас я попробую сделать и то, и другое. Выйти силы. Значит, вот, опять же, здесь работают плечи и широчайшие. Когда мы напрягаем, трицепс, плечо широчайший, поднимаемся. Мы вводим плечо в плече. Широчайший подтягивает наш зад вверх. У нас получается скайлайн. Отталкиваемся нижней рукой. Выходим снова в экс-флажок. То есть всегда работает связка трицепс, плечо широчайший. Когда вы начнете тренировать флажки другими хватами, кроме твиста, вы столкнетесь с такой проблемой, что у вас не хватает сил для того, чтобы удерживать руку в полусогнутом состоянии. Это необходимо и обязательно для того, чтобы мышцы работали. Для того, чтобы это исправить, вам поможет просто медленные подтягивания, либо опускание, либо удерживание. Подтянулись и держим. Нам нужна статика. Нам не нужна динамика, нам нужно научиться как можно дольше висеть на полусогнутых руках. Итак, Люба. Вот такая подкачка. Разогнулись, подтянулись снова, висим. Мне кажется, что еще можно тренироваться, как же другие уплаты. И подтягиваться именно локотками вперед. Вообще статика в любом случае, она очень полезна для силовых упражнений. Элемент. Для тех, кому вообще прям легко, и прям кто легко висит на двух полусогнутых руках, пробуйте делать вот такую вот хрень. Это медленное разгибание висит на одной руке. Чем медленнее вы будете разгибать, чем... Можете даже засекать. Я засекал время, за которое я могу медленно разогнуть руку. Для тех, кто не может повиснуть сразу на одной руке, как показывал слен, можно пробовать делать так. То есть перестановку рук. Вы подтянулись. То есть в тот момент, когда вы переставляете, вы пробуете удержаться на одной руке. В общем, для того, чтобы понять, как вообще держать себя нижней рукой во флагах, потому что на нее приходится очень большая нагрузка, и нужно понять, как мы себя выжимаем рукой. Можно делать такое дополнительное упражнение, но это совсем для тех, кто вообще не понимает, что происходит с нижней рукой. Вы переворачиваете. Успеляетесь с ногой. Вот у вас нижняя рука. И вы делаете такие простые штучки. На такой на пятый раз, на шестой раз рука начинает достаточно сильно напрягаться. И вы примерно понимаете, как вы себе держите его флагой, фото рукой. Есть еще одно маленькое упражнение, чтобы понять, как выжимать себя нижней рукой во флагах. Можете делать с таким флагом, с таким хватом, с таким хватом, кому как удобнее. Вы подпрыгиваете, но до такой определенной точки, не выше. То есть где вы себя зафиксируете в воздухе. И нижней рукой продолжаете себя дожимать. Она очень хорошо включается в этом упражнение. Вот, например. Угу. Сейчас еще разок. Угу. Так как все эти тренировки занимают довольно много силы, очень сильно выматывают, я бы советовал тренировать эти вещи либо в самом начале тренировки для разогрева можно. Чуть-чуть. Да. Либо вообще совершенно отдельно, как дополнительную подкачку. Тренировки вот этого всего дела занимают не больше почти 30 минут. Больше не стоит. Просто будьте выматаны, не сможете работать нормально. Один день, например, треньте силовуху, другой день треньте технику и плюс немножечко силовы, если там чувствуете. Вот. Таким образом можно за кратчайшие сроки, ну, не знаю, там 2-3-4 месяца. От того, как вы будете тренить, вы прокачаете свои флажки. Если там вы 2 года тренируетесь и вы не можете сделать X-flag, что-то с вами не так. Попробуйте эти способы. Еще один совет. Если вы нацелились на какой-то силовой элемент, долбите его, кидайте все свои силы именно на него. Есть такая поговорка, что тренируешь, то и тренируется. Если вы будете делать 2 подхода в неделю, никаких X-flag силовых вам не видать. Пробуйте каждый день. Главное, не убивайтесь, не сильно не уставайте. Все будет отлично. Это был слен, серебряная пуля. Это капец подкачка. У меня болит все уже. Это Люба Сова, Полэкстрим, Санкт-Петербург. Учитесь, тренируйтесь. Удачи! Если ты чувак, индеец, ты найдешь себе оттяг. Настоящему индейцу завсегда пизде ништяк.